Приготовляется и говорит о тех, которые ели идоложертвенное. То есть он наряду с блудниками, злоречивыми пьяницами упоминает идолослужителей. И он как бы, сейчас я буду говорить, 6 глава именно будет об идоложертвенном. Хорошо сказал, называясь братом, ибо всякий, кто виновен в вышеперечисленных грехах, носит только имя брата. А на самом деле не есть брат, так если кто называет братом, остается блудником и так далее. С таким даже не есть вместе, чтобы он признал себя скверным по причине греха и удержался от него. То есть причина не есть с ним одна, чтобы брат удержался от греха и вновь стал не только называться братом, но и другим братом по их делам. Пожалуйста, вопрос задать. Скажи, это выполнял кто-нибудь или нет? Оно у вас как-то не увязано. Ты посчитал, молчал, поехали дальше. Чтобы родной, близкий тебе человек, но который попадает в это, ты к нему очень расположен. Это в обязанность поставлено не пить и не есть? Или это только дает сознать, что лучше бы не пить и не есть? Или это определенное правило, обязан ты не пить и не есть им? Если к одежде не прикасается о сверненном плотью. Это в обязанность поставлено. А если в обязанность это поставлено, то прямое повеление, то почему не выполняют? Его нигде не выполняют. Отлученый, не отлученый, что ты мне ухажешь? С кем я буду общаться? Я человек, я свободный, я хочу общаться. Ты правильно говоришь все? Но это за пределами церкви. В церкви определенный порядок. Говоря так, человек уже вне церкви. Они не понимают этого. Церковь святая не порочена. Как не порочена? Да пьяни сколько, да они вне церкви. А он юритик. Он вне церкви. Церковь святая не порочена. Это невеста Христова. Человек автоматически уже вышел, но с него нету там. У людей вот этого понятия тоже нету. Но если мы так все будем делать, что будет? Ну, будет результат такой-то. А если ты жил, и ты это не делал никогда, ну, ты подходишь к батюшке, ты знаешь, и знаешь, за ним такой грех. Ну, ты знаешь, а что судить? Он сам за себя знает. Так это правило касается священников или нет? Или только нас между собой-то? А что он священник, блудник является, ты знаешь. И ты идешь, причащаешься. Ты считаешь как? Ну, его архиерея не запретил. Я сейчас не спрашиваю, запрещен, нет. Ну, не сообщайся с блудниками. Он пьет, священник запился. Ну, приходит время, он слушает. Ну, ты знал, что он священник? Он пьет, да, знал. А кто дал нам право судить его? Дальше он уже наворачивает. То есть, это не выполняется. Их так настраивает людей, что они этого не понимают. Не понимают. А Дух Святой не подсказывает. Крещения Духом Святым не было. Не было. Человек не погружен в благодать Духа Святого. Он все только смотрит, а какая ему выгода. Он даже не понимает, но именно это он ищет. А что я буду? Ну, а если я скажу, меня с работы уволят начальнику. Если дома, а я скажу, там, муж меня выгонит. То есть, дальше начинает священник-епископ после сказать, ну, ты знаешь, что епископ-развратник. У него двое детей, которые, это его дети. Будущий епископ, по-моему, он нажил. Ну, ты знаешь это? Ну, знаю, да это-то все знают. Ну, ты ему сказал? Нет. Да как же ты служить-то можешь-то, когда даже не есть вместе. А Эрихия собирает, и вы за столом сидите? Ну, а как же он же пригласил. То есть, он дальше любые слова говорит, наворачивает, но он не возвращается к тому, что Дух Святой сказал. Значит, ты Библию ни во что ставишь. Почему же мы Библию признаем? Мы снова начинаем говорить. Я говорю, ты знал, что твой архиерей беззаконник. Знал. Ну, знал, это все знают, пишут печати об этом. Вот сейчас Зьякон едет. Тормознули его. В Нижнем Новгороде. Ну, он куда? Остановили его. И он заблокировал дверь, и на заднее сиденье спрятался. Ну, смешно это даже. Ну, его оттуда вытащили. Кажется, 14 дней ему ареста. На три года лишения прав и 50 тысяч штрафов. И все это в интернете, все это выставлено. Но он теперь, это Дьякон. Дьякон пришел домой. Пьет, пьет. Уже третий раз его задерживали. Пьет. Ну, пьет, запивается. Да я вот это там, в церкви нам приходится запивать там теплоту. Его замерливали, в три раза больше промеляете, которые есть. Ну, ты знал, что ты пьяница-то? Нет. Но жена-то знает. Она с тобой за одним столом почему сидит? Да куда не одеть? Жена не должна быть. Она верующая, да верующая. Для нее вот закон. А не то, что ты Дьякон, что муж. Для нее вот закон. Понимаете? Вот поэтому у вас ничего не получается в жизни. Терафим Саровский на это ответил. Он говорит, почему у тебя получилось нет? Он говорит, у вас решимости не хватает. Дело прошлое. У меня мама, она глубоко верующая. Двенадцать детей родившая. Мать героиня. Но кончится работа, полевые работы. В деревне варят пиво. Одни, другие из дома в дом ходят, поют песни. Своя одна деревня, но друга знают. И мама выпила лишнего. Я приехал и это узнал. Моя родная мать, родившая меня. Я говорю, мам, это было? Да, было, сынок. Ну вот это такое дело-то. Мама, у нас закон есть. Я не имею права с тобой за столом сидеть. А я приехал-то помогать. Отец-то без руки испронутся. Я все увожу. Навоз на тележке. Таскаю, делаю. Пришло время обедать. Я кусок хлеба, бедро воды. Обмахнул, попил, пошел, поел. А мать-то все готовит для меня. Я у ней самый любимый сын. А я за стол не сажусь. Сколько слез у нее было. Но до самой смерти, последние лет 15, она уже в рот ничего не брала. Я ее вытаскивал, не вы. Почему? Я должен был взять это на себя. Вот это неудобство, неприязнь других. Да какой же ты верующий, это родная мать. Ты видишь, она приготовила все для тебя. Ты за стол не садишься, сухарь. Уходи отсюда, такой-то матери мне, отец. Для меня это ничего не значит. Я снова беру вилу и пошел работать. Я приехал помочь инвалиду войны. А это внутри церковная уже. Она член церкви. И я, пока я не уехал, я за стол ни разу не сел с ней. С родной матерью. И для меня это ничего не значит. Я должен помочь. Сестра родная точно так же вышла без благословения замуж. А по церковному, не имеющая брака, не венчания, она просто развратница. Но прошло несколько лет, она мне звонит. А он милиционер, такой крутой вроде мужик. Вот. Она и фамилия его, все. Они зарегистрированные, ребятишки. У меня крестико нет и молитва слова. Мне этого было достаточно. Я завтра уже с работы сорвался, я уже в Змеиногорске. В окно, выйди. Я в дом не имею права заходить. Сарай, зайди. Вот тебе молитва слов, вот тебе крестик. До свидания. Отрапортовал и домой. Понятно? Для меня высший глаз. А они этого не понимают. Вот поп, который сейчас там, он когда-то крутится, вертится, как у Жака под велами. Что-то как глянули, сказали. У него нет понятия подвязаться за веру евангельскую. Ему там мощи надо. Прости, Господи. Что они делают? Он изуродовал душу. Он был неверующий, нормальный парень. Можно было говорить, как весь семинаристы. А их, когда вначале учить, это волчары растут. Они к каждому подходят. Ты смотри, что они наворачивают. А тогда мы были-то. При вас это было. Прощенное воскресенье. Они епископ. Мы все благословились. Епископ Максим Дмитриев. Вышли. И они стоят со священником. На нас наступают семинаристы. Игорь стоит. Он ему в отцы годится. Игорь тут 45 лет. Седая борода. Он в подряснике. Подходит. Ну ты что, козел. Возле храма Покровского. А другой. Да что ты там разговариваешь? Дай ему в морду. И священник рядом с ними стоит. Их на территории улицы нельзя запускать. Это они их, когда сидели. Мы с епископом Максимом. О фотографии их там. Я говорю. Это вы волчатник этот вырастили. Вы за все будете отвечать. Они были нормальные ребята. Пока не поступили к вам. С ними можно было разговаривать. Я встречался. Нормальные ребята. Советские комсомольцы. Честные ребята. Вы из них сделали негодяев. Вот об этом Невзоров Александр Глебович говорит все время. Они никого не видят, не слышат. Почему вы их не вызовете? Вызови сейчас их на ковер. Пусть они принесут покаяние. И вышли в них из семинария. А это он сейчас такой. А когда он будет священник, он налево-направо будет метать. Он никого не признает. У них не на нулевой отметке. И они далеко-далеко на минусовой идут. У вас, говорит, такое блудодеяние, которое у язычников не слышно. Это развратители людей. Вот все. Ты считаешь это место. Примени его к жизни хоть раз. Понятно? А вот применить-то в жизни-то тебе не придется уже. Потому что за этим у тебя что-то стоит. А было же время, когда ты мог сказать это самым близким людям. Когда обратился. Мог. А что ты уж себя так высоко ставишь, что ты святой, а мы грешны. Я знаю даже, что у них в арсенале есть. А мне не надо считать. Я христианин, и мне повеление. Я его выполняю. Я грешник, со мной не ешь. Все. У нас были люди, которые ходили в храм, но впали в грех. Им сказали, раздеваться только в кочегарке. Они маленько походили, а потом ушли. И тогда уже стали открыто блудеть. Развелись с женой уже. Седьмая заповедь. Ну и пошли куда. Вон как раз крестный у него Виктор Андреевич. Врач, хирург. В кочегарке раздевается. Вот и все. Ты себя проверяй на каждый раз. Где бы что ни было. Мне вот иногда говорят по интернету. Но вот сейчас такое вот дело. Почему вашего голоса не слышно? Это вот там где-то про диамида там или что-то. Почему вы не выступаете? Не скажете. Я сказал. Сказал. Повторяться мне не за счет. 4124 вопроса я ответил. Только на сайте. Не считая новых сколько. И у меня не было за 17 лет только в одном университете, чтобы я не ответил какой-то вопрос. А у меня бывало до 30 вопросов в один день на занятиях. Какой бы он ни был провокационный там. А вот у нас есть точное сведение, что вы, Лапкин, занимались у знаменитых экстрасенсов, поэтому так легко манипулируете людьми, они там есть. Я отвечаю. Я не учился ни одного дня. Это греховное дело. Спокойно так. Если у вас есть доказательства, покажите. Сейчас перед всем народом я выйду покаюсь. Гробовое молчание. Записка-то не подписана, чья. Ну, а люди-то сидят, тогда было до 100 больше человек в залах. Ну, и нету, и все. Нет, нету. Он сказал, и вот теперь я тебя прижал. Нет. Ты сказал, показал, что ты такой и есть, клеветник. Ты выйди перед народом, скажи, обличи. Ну, обличи. Они на меня на книги нападают. Ну, давайте по Евангелию. Ну, 12-то лет это срок. Вся патриархия молчит. Конкретно по книгам распределите. Вы каждую епархию одну мою книгу дайте. И вызовите, и давайте открытым оком, чтобы было все. И во свете Библии. Слабо? Да дрожи в ногах. Они могут только что из-за угла стрелять, уничтожать, отравлять. В открытый бой они не выйдут. Они как огня боятся правды. Ну, забей. Сегодня мы беседовали с Андреем Пьянистом. Он сразу же, я против, чтобы записывали. Ну, зачем тут командовать? Мы сами решили, что записать. Батюшка просмотришь. Что ты боишься тут? Пьяный валялся, не боился, а записи боишься. Смешно даже. Сатана все перевернул. Бог так сделал, что в совести заложено стыдно делать грех. А не стыдно каяться. А у людей, наоборот, грех. Без стыдства такое делается. А каяться грех. Так? Пошел. А еще? Можно? Игнат Тихонович, вот когда я стала ходить на занятия первое время, да? Вот вы это нам объясняли, вот, стих. И я его как-то всегда применяла так, что люди, которые считают себя верующими, они верят все в Бога. Ну, как говорят, почти 70, там, может, процентов верят в Бога, что он есть. А Слову Божьему не верят. Слову Божьему не верят. Теперь, а чтобы ему верить, Слову Божьему, нужно его же изучать. Да. Я так сказала, говорю, так Слову, то вы Слову Божьему не принимаете. Они говорят, а как мы можем принимать, мы его не знаем. А этот же мужчина один встал, говорит, так ты читай. Она говорит, я читаю, я не понимаю. А дальше у него ума не хватает, что нужно искать, кто бы это ей объяснил. И вот когда я искала, читала, читала Библию, а потом, когда я искала толкование Библии, вот примерно как Юра, он сказал, говорит, я 20 лет и нашел, 20 лет искал, нашел, и привел меня на занятия Игнатия Тихоныча. И вот это вот закончилось тем, что нужно изучать Слово. Чтобы его исполнять, его надо знать. Мало того, что сказать. А еще и вы примеры нам приводите на нашей жизни. Так это уже вообще даже, и еще мы творим такое вот непотребство, как вот, что нужно отрестить тех, кто там. Слова нету. Слов нету, вот до чего мы дожились. И правильно Николай сегодня нас вот, вот прям нам глаза открыл, что мы вот такие мы уже вообще. Что поддерживаем такому мир. Ну вы-то не такие. Мне вопрос задают. Какие? Ладно. А вот вы бы родились в мусульманской стране, где Евангелия нету. Вы родились, вас обрезали, вы обрезали. Ну у них, если ты переходишь в христианство, а уже ты мусульманин считаешься там, в 13 лет тебя обрезали, тебе смертный приговор, согласно их закону. Вы бы там стали христианином или нет? Но я бы нашел путь. Я имею внутри себя свидетельство. Я постоянно искал. В то время, когда я с детства верующий, моя душа не удовлетворялась. Я не делал ничего, что люди мира этого делают. Я этого не знал. Во мне до того была большая любовь к нищим, скопить деньги, а нищего. Только 26 стипендия была, 6 рублей за квартиру, я даю 20 мне, пей, ешь книги, покупай. И я с этого все равно экономил, чтобы найти бабушек им подать. Во мне внутри это было заложено. И я искал, когда начал изучать полностью про буддизм, все, не от Бога это. Считают раньше другое, одно толкование, третье, разные секты. С кем бы ни встречался, я всю литературу их требовал. И сначала, с самого возникновения, до моего обращения, я все проверял. Это не то. Ну где же она истина? До момента было, пока не встретил блаженного фифилакта. Все. И я понял, это конец моим поискам. И сколько же на эти поиски ушло? Ну что, есть Бог, Евангелие, я уверовал в течение пяти минут. Что? Евангелие. В 23 года. А на это, вот на что было? Мне негде было взять. Но душа моя внутри говорил, это не то. Я до конца дохожу, это не то. А самое то время на кафедре стою в баптии, проповедую, все, но знаю, это не то. Я говорю то, что, ну, общеизвестная истина, которая непонятна, я обхожу. Как только блаженный фифилакт в руки попался, меня не стало здесь. Я ничего не видел, я его конспектировал, переписывал и переписывал. И кто бы сказал, что ты на русском языке его будешь издавать сам? Да вот такой красочный трехтомник. Президенты будут получать, в них библиотеки будет. Библиотеки мира, я бы сказал, перестань. Ты хоть, ну, Рида, отплевывайся. Но Бог взял это. Я вел не менее 20 лет занятий в разных университетах по этой книге Блаженов и Фифилакт. А он на 90% от Глатауста брал. Я бы нашел даже в мусульманской стране. Почему? У меня был поиск. Очень сильный. Ну, все говорят, ну, я верю. А как ты веришь-то? Ты, понимаешь, ну, за меня помолишься. Я знал, я умру, буду в аду. Вот самое главное. Я не грешу, что люди делают. Я не делаю, не пью, не блужу, не ворую. Ну, то, что известны были грехи. Но я знал абсолютно точно, я буду в аду. А откуда вы знали? Не знаю. Мне свыше на сердце Бог положил, ты будешь в аду. И когда читал стать Библией, там написано, все согрешили, все лишены славы Божьей. Нет праведного, нет ни одного. Господи, это Твой голос во мне звучал. Все люди, которые со мной рядом, они так же ничего не знали. Ну, говорили, ну, помолятся, где? Ну, рад бы в рай до грехи не пускать. Но Бог милостивый, простит. Я понял, что Бог не прощает за так. Это мое выражение. Ни одному никогда ничего Бог не прощает. Хоть тысяча молитв будет. А почему? Так написано. Так написано. Возмездие за грех смерть. Я должен умереть. Это мне никто не может умереть. Долг я не могу ни на кого отдать. Почему? Все грешники. Поэтому должен быть кто-то безгрешный, кто бы мою вину взял на себя. И когда я прочитал Евангелие, меня никто не уговаривал. Я понял, он мой. Его я искал. Помните Иуда Бенгур? Там Балтазар-то. Я знаю его младенцем. Я видел его в яслях. И вот я его ищу. Он уже должен быть взрослым. Он примерно уже 33 года должно быть. Я ищу, ищу его. И когда он уверовал, Иуда его встретил. Он говорит, Балтазар, поиски твои увеличались успехом. Он говорит, да, я нашел его. Это Иисус из Мазарета. Он 30 лет ждал его и искал. Моя душа вот в этом состоянии. Я не знал, что она ищет. Она искала справедливости, правды. Я все это нашел в Иисусе. Поэтому Евангелие, когда считаю, канон, законы для меня это. Он что священник сейчас буйствует, я там не признал, какой это канон. Он даже не понял, что канон-то я признаю. Вы его нарушаете. Я говорю, я-то не могу нарушить, я же не епископ. У меня нет нарушения этого. Ну, допустим, в законе написано, генерал не должен давать солдатам по норме, меньше чем кто. Как я могу нарушить, когда я не генерал, не подчиненный? У меня нет этого. А он усыпился за это, вижу, что он совершенно не понимает, или ему разницы нет, лжет перед всем миром. Помилуй его, Господи. Но мне это надо. Меня захвалили в интернате со всех сторон. Везде. Этого нигде больше нет. Вы один во всем мире. Во всем мире. Андрей Кураев это говорит. Самый великий проповедник в России. Откуда они еще берут? По большому-то счету я проповедник такой говорится. Я просто говорю то, что мне Бог положил. Я не заканчивал ни семинарии, ни академии. Перестаньте. И поэтому Карамыс это уравнивает. Меня залезали со всех сторон. Ваша любовь тут со всех сторон. Поэтому поносители, они нужны. Выровнять это надо. Сбалансировать. А можно обострить вопрос? Погрубше. Обострить вопрос. Давай. В ваш случае, с сестрой вашей, допустим. Но мы его не будем разбирать подробно. Но возьмем другое. То есть, не есть, не пить. Там одежда. На одну лавочку не садиться. Там и прочее. Все понятно. Но есть такое понятие, как время. Срок. Сколько это по сроку должно быть? Пока она не выйдет из греха. Она в грехе живет. Но это не в вашем случае. А в другом случае, брат, который считает... Все. Он на второй день, он отстал. Не знаю. Если грех, значит и пить имя. Пока он оглашает. Здесь говорится о нас. Что я с таким... Вот я у батюшки спрашивал. Батюшка, сколько у нас... Ну, есть такой прецедент. Сколько это по времени? Ну, пока человек не изменится. Так он уже изменился 140 раз. Прощайте до 7-70 раз. Против тебя согрешить. Не забывайте. Не надо это путать. Против тебя. А не против общей нравственности. Я просил... Ну, нравственности в церкви нет. У нас есть духовность. Вот. И духовности нет у него такого слова. Это Горбачевское слово. Ну, дух святой. Будем так говорить. Ну, сколько срок-то, сколько? Вот. Я говорю, пить имя. Он взблодил, допустим, мужчина, 7 лет. 7 лет мы не имеем права с ним общаться, как с братом. И не приветствуемся, не христосуемся, ничего нет этого. 7 лет. Без эпидемии не может быть этого? Ну, как нам. Может быть, если у него постоянные слезы, он молится, а 1-3 срока снимается. Там указана норма на все. Я говорю, без эпидемии, без канонов. Я вот один на один с ним. Это вне церкви уже. У церкви свои каноны. Церкви. Василия Великого, Вселенские соборы, поместные. Я православный, я обязан соблюдать это. Они ничего не соблюдают это. И поэтому на меня-то кинуться, кусать меня за несоблюдение законов, канонов. Я смотрю, это он то ли нарочно все это делает, и думаю, как сладостно осознавать, что я невиновен. А на нем-то 413 нарушений. Он есть, как на нем, как, говорится, на паршивой собаке репья нацеплена. Все блок собрала. И они меня обвиняют в том, в чем все от меня учились, как соблюдать закон. Но тут ведь, понимаете, в чем дело-то. Ну да, человек этот сегодня сделал, его в этом уличили, вынесли ему там постановление, там, обозвать его, там, наказать розгами или пить имью. Ладно, завтра, послезавтра он уже не делает такого. Но мы-то его зазираем, как алкаша, начинаем клеймо на него ставить. Два года, алкашу еще раз говорю, два года, через два года тогда общаемся. Два года не имеем права иметь братское общение. Я же и четко ответил. Канон для него. За пьянца на два года. Батюшка должен объявить его. И все. А тут, значит, братское общение, это же не за столом, Игнать Тихонович. На улице, во дворели, на лавочке. Я должен ему свидетельствовать, нуждается помочь, но на уровне верующего не может быть. Я не должен его приветствовать. Мы, видя его раскаяние, мы можем за него ходатайствовать. Обратите внимание, епископ может снять одну треть, но не больше. Остальной срок на нем. Церковь предусмотрела. Ну ему положено столько-то. Вот есть такие преступления, на 30 лет отучаются. На 30 лет. Это половина жизни. А можно снять? Нет, нельзя. Но за него могут по ходатайству те, которых арестовывали, сидели за Христа и остались живы. И называется исповедник. Я исповедник. Я один здесь такой. Я имею право за них ходатайствовать. Почему я сам испытал и знаю, как это нелегко. И поэтому мое ходатайство, я на своей шкуре это перенес. Выкрученные руки, как надо мной издевались. Поэтому церковь постановила, имеет он право. Ну а дальше что? А он заболел. Прошел год, он заболел. Заболел. Врачи говорят, эпикрис. Батюшка срочно его причащает. Так нельзя 30 лет. Церковь постановила причащить. А если он выздоровел, снова включается тот прежний срок. Сколько у него оставалось, так и продолжается дальше. В церквях любящая мать. Я соборы знаю. А это то, что вякает поп, то он ничего не знает. Ничего. Он только одно, говорится, хвостом вертит перед епископом. И чтобы братья его не задушили. Он во мне мог найти самого лучшего друга по исполнению канонов. А ему это век не надо. Он решил поиграть в канон насчет канонов. Тут уж не по зубам. Ты мог бы еще в чем-то по красоте храмов. Вы не такие, то другое. Мы не строили храм. Это когда новый храм закладывают. А если это было капище, клуб, как у нас потерявки, капище. И там теперь сделали храм. Там нигде не написано, что теперь мощи там зарывать надо. Нигде нет. Они этого даже не понимают. Это при строительстве новых храмов. И при том мощи целиком. И мощи мучеников, которые замучили. Они от кого отправили? Игнатия Бенчанинова мощи там отковырнули, там отрезали. Безобразники. Они каноны не исполняют. Он им трясет, а не понимает, что он против него. Его Бог лишил разума. Притом, то, что я привел, толкование облаженного Фефилахта и Анна Златоуста, толкование какое. Он ни на что не смотрит. Я привожу полностью правила, разъясняю. Он ничего не смотрит и не видит. Они слепые, глухие, как аспиды ядовитые. Ему только одно падать, говорит, и плакать и молиться. Рогами в землю. Там он смотри, как возносится. Ему надо поизгаляться. А вот теперь я исполняю закон. А вы хоть один нарушаете, во всем виноваты. Как я могу быть во всем виноватым? Это не Библия. Там, говорится, виновный в одном, виновен во всем. Нарушитель закона. Я не нарушитель, ты ничего не доказал. И не наличным, не выносишь приговор. Он даже этого не знает. Он безобразник. Пока суть не вынес решение, когда фотографирует, старается, чтобы такое вот клеточками лицо было, не показывать. Пока он неизвестно, кто будет. Видел? Ну вот и все. Решения нет. А сегодня бывает, еще суда не было, а о нем уже в газетах, он преступник, то другое. Вот это запрещено законом. Но его нарушают. А попы на каждом шагу его нарушают. Потому что бессовестные. Где можно было применить совесть, а они ее, говорится, у нас отец говорил так, он говорит, совесть свою, в детские годы с соплями сожрал. Вот и все. Ее нет у него. Главный стимул ко всему совесть. По совести ли это? Мощей нету, а епископа загрубить. Ужас какой-то. У католиков там какие-то законы есть. Какая-то деревня, майя. А они приняли католичность. Ну куда денешься-то? Рубят голову. Приняли. И потом вдруг сообщили, в этом селе они опять достали старых идолов, и стали опять молиться. Но ведь понятно, это их вера была. Они необращенно. И что? Немедленно окружить всех, до одного уничтожить до ребенка. Всех. Да-ка там 10 тысяч, всех 10 тысяч. А там девушки, всех до одной, до того, вопреки всех законов. Но там есть, которые, может быть, еще держатся веры. Тебе что, непонятный приказ? Ты за них становись рядом. Идальго, видел фильм? Ну и вот, когда решили, они там уничтожают, застреливают, а потом он вздрагивает во сне. И ничего нельзя сделать. Индейцев, как поступали американцы. И у русских, у русских та же история была. Она ничем не лучше. Потому что свидетельство с той стороны, что писали язычники, ни одного материала не оставили, все уничтожили. А осталось только то, что они говорят. Ну, а раз они говорят, только, значит, мы все враги народа. То, что те писали, которые в деле-то нигде нет, все это выдранно выброшено. Когда судили по 37-й год. 58-я статья. Так, Игнат Тихонович, вернемся к нашему барану. Мы этого человека всячески от себя отстраняем. То есть мы высказываем как бы наше осуждение его греха. Ну, он согрешил? Нет, не осуждение. Уже все это позади. Ну, указываем ему, что брат... Мы не сказали, что нельзя. Пусть он там стол стоит отдельно накрывает. Почему ему за стол сюда лезть-то надо-то? Зачем мы его тянем сюда? Так вы понимаете, в чем дело, Игнат Тихонович? Моя мысль какая? Мы этого человека всячески от себя отстраняем. Да не мы отстраняем, он отстранился от Ажур. Ну, хорошо, он отстранился. Мы с ним не едим, не пьем, одежды к его не прикасаемся, понятно. Но он к нам ходит, колит дрова, молит пол. Мы пользуемся его трудом. Он должен это делать. Доказать, что... Кто должен? Мы можем делать, раз он находится здесь-то. Он должен доказать, что он исправился. А как же? Не будьте никому должны, кроме любви. Ну, какая-то любовь. Это любовь и есть. Если мы человека на порог ставим. Брат, сегодня только батюшка читал-то. Многие, говорят, не верят в это, когда я говорю, что вот это пожар, войны, болезни, это любовь, Боже. Ты что, где? Ну? Ты не слышал это? Слышал. Вот это и любовь к нему Бог так и определил. Понятно. Он прокаженный. Он прокаженный, он должен от проказа освободиться. А сколько пройдет, сколько-то лет, это время, и священник должен засвидетельствовать. Второй раз ему, читаю книгу левитой, и тогда уже скажут, он чист. Ну, вот церковь говорит, чист, через два года пьянется. Нам зачем выставать, я не знаю. Церковь постановила. Каноны приняты, я должен исполнить их. Когда на нас ополчился наш епископ Евтихий, Курочкин, на меня он особенно, за материалы, за материалы, которые к истинному православию есть, это, что воевать нельзя, я говорю, любите врагов ваших. дальше о благовестии и о русском языке, если что, все проповедуют. За три материала. Батюшку, значит, запрещаю, запрещу, а вас отлучу. Ну, батюшку, это нельзя отлучить. Я сразу с батюшкой обсудили, что делать. Принимаем все как есть. Я всех предупредил, любое наказание от епископа я обязан вынести. Я буду стоять в коридоре, где положим. Но в университет он ко мне не придет, там я буду учить. Он на одной власти не имеет. Он только внутри. И все сказал, чтобы о русском языке не говорили нигде. 28 мая он написал нам. Три года мы рот не раскрывали. А к 28 мая мы его оповестили. 28 мая, оно рядом, и теперь мы будем везде говорить и писать о русском языке. А за это время Бог сделал так, что он стал за русский язык. И его теперь к нам перебросили, друг от друга. Так как Лапкину сумели так убедить епископа, что он теперь сам за русский язык. Им удалось, говорит, это сделать, сломать его. Это я читаю уже с Чаркасова Георгия его писательная. Вот и все. Батюшка приехал, а епископ там что-то считает. А диаконы сидят, священник там кто, и не принимают участников. А почему вы так сидите, а он один так. Так он за русский язык он сам там перевел уже и считает. А они сторонники церковной славы. Они сидят на скамеечке, разговаривают. А епископ наш молится и в тихий один. А откуда у него-то это? Он же разу это, как говорится, гномил, давил под ноготь. Ничего это не значит. Наш епископ, слава ему, Господу нашему за него. Мы под крылом его сумели стать тем, кем мы есть. Нас мало-мало, нас настолько ничтожно. Потеряевка там, четыре дома, о чем разговор-то идет. А на весь мир гремит и гремит, люди смотрят, это как в раю. Да хоть бы одним глазом побыть в Потеряевке, посмотреть, да пожить. Да какие люди там счастливые. И при том, ничего нету, только наши съемки, которые, ничего там не дается, ни объяснения, ничего, просто снимки, богослужения, и при том, все одинаково. Весь интернет буквально гудит от этого. Он составил и назвал заповедник веры. И заповедник веры, это Волобуевское название было, фото выставки, о Потеряевке. Я как-то говорил слово в Академгородке, в Новосибирске. А моя слова, Валентина, там была. Она вышла, она, братка, меня зовут. Братка, вот ты сейчас говорил, ну все правильно. И рассказал про каких комаров, там больше пчел они, и все, там, ну все рассказал-то. И я знаю, что все это правильно. Ну как-то так подал, что мне охота все бросить, ехать скорее по Теряевку. Родная сестра, которая там родилась. Притом я ни одного слова не приукрасил, ни цифрой, ни описанием, ни сейчас. То, что я этим живу, людям это видно. Вот и все, больше ничего. Тут другой запах. Иногда говорят, слово какое, да лучше бы не говорили, в устах мертвое, льдом покрытый рот. Внутри меня был огонь. Я хотел удержаться, но не мог. У тебя было это? Ты проверь себя, и ты увидишь, как это. У меня было такое, с цыганами я когда был. Тебе с цыганами надо? Да. Я с цыганами работал. Как она подходит, давай я погадаю, я тебе расскажу, я ее за руку. Давай я тебе сейчас расскажу, что тебя ждет-то. Ну и дальше я ее начал. Она дергась, а вторая подошла, что тут? Она думает, добычу нашла. Да вот он. А я молодой, крепкий у меня. Хватка была, я в спортклубе занимался, боксером. Я держу крепко, я начинаю говорить, от кого у тебя это? Да, Роман, что дальше будет? Теперь, когда мы идем, они на улицу увидят меня и бегут внутрь магазина. Магазин большой, как сум здесь был-то. И за колонной вот так вот выглядывают, стоят. Ни один, я иду, дорога шире, ни одна не подходит, а из-за колонны только выглядывают и все. Такой страх Бог навел. Это твоя жизнь. Я говорю не о чужой биографии, а с вами. А что вы себя рассказываете? А что я про тебя буду говорить? Про себя ты расскажи. Павел про Петра не рассказывал, он рассказывал про себя, как обратился. Я шел, меня осеял свет, я упал, а дальше более всех вас потрудился, не я, впрочем, но благодать, которая со мной. Он нигде не мыкал, а говорил я, сегодня буквы я боятся. А я тогда выставил все места, говорит. Для меня жизнь Христос и смерть приобретения. Он коснулся моего сердца, и оно стало другим. Я могу это сказать. Ты можешь сказать, говори. А если не было, и ты будешь говорить, а обман обнаружится. Давай, брат, мы не поехали к дроботу. Первое послание Корыльфина, 5 глава, 12 стих. Ибо что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Толкование. Внешними называют эллинов, а внутренними христиан. Я, говорит, нисколько не забочусь о внешних. Они живут вне моих законов. Следовательно, излишне предписывать божественные повеления тем, которые живут вне двора Христова. И далее цитата о римлянам, 3.19. Закон, если что говорит, говорит стоящим под законом. Толкование такое? Да. Толкование такое. Ну и дальше продолжение. Внешних, 13 стих. Внешних же, то есть, судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. И такое вот толкование про осуждение внешних. То есть, апостол сказал выше, что мне судить и внешних? Теперь присовокупил. Нет, то есть, не мое дело судить их. Это говорится во внешнем. Будет он, будет. Внешних судит Бог. Но другие читают соединительно и с вопросом. Не внутренних ли вы судите? А внутренние это христиане. Вопрос. То есть, не христиан ли вы должны судить? Вопрос. Внешних же ожидает страшный суд Божий, от которого избавятся внутренние. Христиане избавятся от внешнего суда. Если получат суд от вас. От вас имеется в виду от коринфян, которым Павел пишет. То есть, он как бы повелевает судить алкашей, которые называют себя братьями. Судить именно, не ярлыки вешать, а судить. Каким образом? Не есть, не пить, осуждать, всякого, пока не справятся. Я так понимаю. И дальше вот такое еще. Привел на память изречение Ветхозаветнее, желая показать, что уже прежде в Ветхом Завете угодно было законодателю, чтобы люди и нечестивые отсекаемые были от общества. Что это за во второзаконии 13.5 говорится. А пророка того, или сновидца, должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа. То есть был пророком, наверное, Божьим, сновидцем какие-то там. Предать смерти за то, что уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, вывезшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедовал и тебе Господь, Бог твой. Итак, истреби зло из среды себя. Словами из среды вас показывает, что более для них будет пользы, если извернут от себя нечестивого. То есть для христиан, если они извернут от себя блудника или то для них будет больше пользы. И ссылается на второзаконие, что даже при Ветхом Завете повелевает Господь предать смерти пророка только за то, что он совращал с путей Божьих. А сегодня христиан действительно подает собланд, совращает другого. Что это он пьет, с ним все едят, здороваются, целуются, а мне чего нельзя. Я пивка тоже садом с устатку. И так пошло, поехало, коготок уляс, и птичка вся. Ну вот это уже правильно ты делаешь. Да, я вину. Поэтому когда отвергаем брата, пьяницу, блудника, тем самым мы себя защищаем в первую очередь, чтобы не дай бог не стать адвокатом этого. А давайте его любить, а давайте сейчас с ним сядем пить. Ну конечно да, он покаялся, Давайте пить сейчас, гладить его будем. да, да, ну ты не переживай, подумай, что выпил рюмочку, да с кем не бывает. Вот и пошло разложение. Вопрос. Пожалуйста. А вот если, ну он уже имеет человек эпидемью, он выходит вот год, вот два, ну я не знаю сколько там, ну сколько ему положено эпидемии, столько он и будет ходить. Ну мы же видим, что не справляется. Он не справляется. Не, не исправляет. Нет, нет. То тогда, как дальше-то, что с ним делать-то? Да будет тебе как язычник и мытай. Он тебе. Он тебе. А как для церкви, для меня ладно, а как для церкви? Ну ты не в тем церкви, что ли? Только как для церкви, так и для тебя. Не ты. Ну вот, если допустим взять наш конкретный пример от робота, сколько мы его уже уразумляем, но не исправляем. Вы уже сколько раз рассматривали. Это имеете в виду? Или вообще? Не только на наш коридор, посмотрите, вот на наш коридор. Вот посмотрите, сколько у нас оглашенных-то нету ни одного. У нас оглашенных ни одного нету, а коридор полный. Да, вопрос очень хороший, мне он очень нравится. До коли терпеть? А сколько это будет? Они же не справляются. Так сколько это будет? Вы меня спрашиваете? Это есть экономия? Нет, вообще. Это есть же экономия, конечно, церковная. Ну так он должен стоять в церкви, вот он если в коридоре стоит, внешне-то же должно видно, что он исправляется или он не исправляется. Вот ему дали, например, ипотемию два года. Да. Проходит два года, за два года он выпил три раза. Да ему уже борода-то за два года должна вот так вот вырастить, а у него еще даже щетины нету. Ну ладно. Тогда что? Тогда что? Ладно, да. Его выставили за то, что бреется. Он стоит год, ему дали ипотемию год, пока не отрастет борода, да? А у него он вообще не перестает бриться. И сколько ему там стоять-то? Не знаю. Вот и я не знаю. А сколько в Иерусалиме сказал? До коли не отрастет? До коли не отрастет. Пока он он бреется. Ну да, когда вопроса никакого нету. Он бреется, ну отпустим, человек ворует. Ну и когда прощают? Ну он продолжает воровать. Ну я же окаялся, я уже срок отсидел. Ну теперь-то ты опять воруешь, ты вчера опять воровал-то. Тебя уже который раз опять ловят-то. Ну почему? А ты грех-то называешь своими именами-то. Он не вышел из греха, он сидит в этой яме. И как к нему относиться? Продолжительность греха увеличивает грех, а не уменьшает. У вас совершенно не тот вывод делается. Никак относится. У меня не вывод, у меня вопрос. Мы выводы не делаем, мы задаем вопрос. Нет, я не вы, я вообще людям говорю. Да. А вообще, ну, только вы нам скажите, вот доколе вот эти... он вот закончился у него, молодые. семья закончилась у него, а он не исправился. Он остается членом церкви или он... у него как-то еще увеличивается. Понимаешь, нет, здесь вопрос епископ решает. Это на уровне там священники. Вот человек подал заявление у нас на крещение. Ну, три года. Прошел год, полтора года, он опять впал в то же. Ему к этому добавляются еще три. Условный срок. Вот теперь, общий срок у него уже шесть лет. Маленько проходит дело-то. Он все бросил, ушел. Ему сейчас ждать-то. Ушел, и теперь он уже удерживающей силы нету. И его берут за грех, его сажают в тюрьма. Вот. Он там сидит. И это никто-то, а Витя Плеханов. По гнусной статье он согласился. Да, я изнасиловал, но убить я не хотел. Она показала. Но она тоже не смогла доказать. И так в него сошло. Но она говорила, я в Прощевсе квартиру отдадите. Мать-то где была? А потом мать убили. Все это не так просто. Я этот грех разбирал, с ним беседовал. А я что? Я в дядьку мою. Дядька у меня блудник был. И этот тоже ходит по вокзалу, находит грязную бабу какую-то, ведет. И сколько ты платишь? Ну там 50 рублей. Этот вагон пригородный идет, ведет и все. Ну какой он член? Ну он был. У нас когда был, этого не было. Он хороший работник. Нормальный, здоровый, крепкий мужчина. Просто богатырь. Но грех одолел. И вот сейчас как никак. Никак. Это мертвец, который смердит в этом мире. У нас были такие люди. Были. Вот был милиционер. Если бы мы у нас, как вот у патриархии, то у нас тут, вот я примерно про себя скажу. Если бы я не был в патриархии, вот как все, ну я так прикинул, ну примерно 400 общин я бы уже образовал. Общин. Везде люди есть, отовсюду звонят, обращаются. А я их всех направляю в московскую патриархию. Показывая ее недостатки, одновременно говорю, она имеет благодать. Там старобрядцы буквально лопаются. Вот на меня сейчас вышли. А старобрядцы, он только перстыник, он Алексей Михайлович. У него круг за... Его дьявол гоняет по этому кругу. Он не понимает Библию, ему не нужно. Но это тоже человек. Вот он и старобрядец, но человек. И у него ничего нету за душой. И священник вот этот. А этот другой. Это уже, кажется, не каньянский священник. И тоже теперь он все. Да эти раскольники. Те же самые слова, но только уже в другом направлении. Семинаристы вышли. Вот вы говорите церковь. Там, где рукоположение. Да? Я говорю, пять сильных. Пять сильных. Есть такое выражение у левит. Вот пять сильных. Католицизм. Православие со всеми юридикциями, где рукоположенное. И греческое, и старостильное. Все это от Бога. Дальше. Григорино-армянская апостоличная церковь. Копская. Вот смотрели, где мы. И Сирская. Все пять. Вот пять сильных. Сегодня интересно. Несколько ротовских из Америки, которым посылали книги, на меня забрасывает материал. Я не знаю, что там есть. Но пришлось. У чужих я не открываю. Там опасно. Но тут свой человек я открыл. Он где-то лет 18, как пришел из Баптистов. Православие-то. И мы с ним сошлись. У нас все одинаково. Потому что одинаковый путь был. И он. И гляжу. Ролик открывается. Барнаул. Церковь. Гляжу, что. Оказывается, прошло моление. Верх приехал. Иосиф Верх. Епископ католический. Нунцы приехал. И вот диаптека-то здесь рядом. Около АГТУ стоит. Сто лет назад нынче исполнилось, как они ее построили. Столетия. И они говорят, что мы должны ее получить. А я за них ходатайствовал в краевой администрации, в городской. Я. Да вообще католики-то. Я выставил материал, он сейчас в первой строчке идет. О Фатиме. Не за них я. Неправильно. За справедливость. Это их предки строили. Им разрешили официально. У них документ был. Они большую пользу приносили государству российскому. Да какое же право имеет царь-батюшка Игнатих? Так и царя-то не было. Ну вот советская власть. Они отняли. А что делать? Вернуть. Показать, какой он высокий был. Они все это обрубили. Аптека сейчас там есть. Я и в аптеке в этой был, с ними разговаривал. Много там еще у нас никто. Ну тоже помолитесь, чтобы вернули им. И они выступают. Один, другой, который играет здесь. Люди, поляки, армянка, русские. Выступают все. Один говорит хорошо по-русски, а приехал в Мунтий, тот по бумажке, и так ошибается. Ну понятно. Они очень грамотные. Очень высокий уровень образования у них. Это хорошие люди. Но они верят по-другому. Ну что по-другому? Это церковь настоящая. Это настоящая Христова церковь, благодатная. Да как на меня православная? Да вы как это можете? Ну ты не можешь, ты не говоришь, что ты мне в рот-то залазишь-то. Вы скажите, границы с церковью где? Вы не знаете, а я знаю. Библия начинается с буквы В и заканчивается мягким знаком. Первое. Вначале было слово, а дальше Аминь. Мягкий знак. Все. Ни одной буквы не прибавить, не убавить. Ни черта, ни йота. Покажите, где границы священного предания. Ни один не укажет, потому что пишут, что попало. Ну покажите. Вот 40 книг, допустим, вот это предание, туда что входит. Вы не можете. Патрология Мини границы дает, вы не можете дать. Святые отцы. Каноны вселенские все. Границы указаны, ни одной буквы не прибавить. Святые отцы. Книга правил, она одинаковая. Ну убавили от нее, я знаю, если меня на правиле. Меня то считают самым великим канонистом, или я одним из самых могучих даже, я знаю. И он же сам священник говорит, я на память знаю. Или обвиняют, что я их не соблюдаю. Я не забуду никогда, когда я был в Америке в 92-м году, в июле месяце. Мы сидели в Синоде, и тогда был еще секретарем у них Иларион, Капрал фамилия, который сейчас первый иерарх, митрополит. А у него приехали на него, которые там навалили, что-то. Но я сижу, я никак не буду, что делать. А они когда вышли в коридор, они говорят, они правы, говорят, тут требуют вот это вот. Я говорю, как правы? Ну вот такой, я говорю, они не правы здесь. Я не за вас. А правила Ганкирского собора, там 15-е, говорят там, да вы что? Правда? Я говорю, Янкирский подтверждает собор. Я цитирую его. Он тогда вызывает их, да кого же правила которые? И все, они сникли и пошли. Он говорит, тогда никуда не уходи, сиди здесь. У меня, говорит, еще тут есть такое. Я мгновенно в течение полчаса стал у него секретарем. Ты никуда не уходи, я сейчас ищу. Он обстановку этого знает, он сердцем чувствует, а нужен документ, правила. Юристы-то вот они, это не то, что он хороший юрист, он хорошо знает только статьи. А юристу не надо справедливость знать, по справедливости никто не судит. Они судят по статьям закона. Уголовный ходит, гражданско-процессуальный. Вот и все. Вот. На меня нападали они, да у вас такое знакомство, прокуратура, вы могли бы помочь, я говорю, прокуратура для того, чтобы наблюдать, чтобы не было нарушения законности. Когда вот эти приходили ребята тут, два благощинных-то, и они тут выдвигали, помните, как, чтобы мы объединились с традиционными религиями, чтобы с сектантом душить и не принимать. Я говорю, Карлин, Александр Богданович, он не пойдет на это. И причина для него, он вставленник Путина. Против Путина он не пойдет. И второй, это юрист высочайшего класса. Он против Конституции не пойдет. И поэтому он поступит, легко высчитать, как он поступит. Вы не пойдете, и с остальными он разговаривать не будет, потому что Путин дружит с патриархом. Все. А закон нарушить его не может заставить даже сам президент. Закон превышится. Вот перед законом президент и он заставит склоняться. И правда, на следующей неделе уже звонят этого Лобоева, завкафедры. Вы как сказали, Игнатий Михайлович, так и было. Карлин да отказался от этой комиссии-то. Ну и все. Ты закон должен знать. Чувствовать его должен. Как составлялся, на каком основании. Я стараюсь пройдить статью о законах. Я думаю, а почему его приняли, с чем это вызвано, а как это. Я тут хороший рассказ прочитал, как работать надо. Не все знают, но для вас можно сказать. Принимает на работу менеджер, который принимает, разбирается. И говорит, так вы где-то работали продавцом в магазин? Работал. Так. Ну так в чем дело? Остановись, или подавай. Ну приняли документы, все оформили, он работает. Вещер приходит, мы же, ну как работаем? Да ничего хорошего, а сколько продал? Он говорит, одному. Одному? Да у нас же каждый продавец 20-30 человек обслуживает. И сколько же вы заработали? Так, 152 тысячи, 144 доллара и 15 центов. 154 тысячи? Да не все вместе у меня столько не продали. А что же ты продал? Ну мужчина один зашел, попросил на маленькую рыбу крючок. Ну крючок что? Ну крючок ты крючок. Ну когда встали дальше и говорить, я говорю, да как-то рядом-то рыба-то, там другая, там надо средняя. Он говорит, средняя взял. А потом я стал говорить, что тут совсем недалеко, там большие саллы водятся. Он большой крючок взял-то. Большой крючок взял-то. Ну я говорю, а ты знаешь, на Финском заливе это сейчас как, сейчас самоклёп идет. Ну тогда надо лодку. Он говорит, какой разговор я куплю? Я говорит, пошел с ним в подвал, большую лодку, дизельным топливом, говорит, сказал. И лодка это сколько стоит, он посчитал, лодка стоит почти там 20 тысяч долларов, мощнейшая. Он говорит, так моя машина не потянет. Пошли дальше, он курюзер какой-то нашел, теперь машину с прицепом, это все цепляет. И он говорит, а ты начал с маленького крючка и столько продал, да нет, говорит, не с крючка. Он пришел, говорит, за тампонами для жены. А я говорю, если уж день, твой воскресный день пропал, говорит, сзади все, иди хоть на рыбалку. И он у меня послушался и спросил крючок, а дальше уже машина и все. А началось-то из-за чего? Значит, надо знать, как работать, за все, что зацепить-то. Вот проповеднику это необходимо знать. Ну что? Я скажу, что на самом деле есть такие люди, ему лишь бы только зацепиться, а дальше он ведет, ведет как будто бы уже на торе на дорогу. Что он сказал? Я сказал, не верю. А то он так сказал, сказал, так это уже нормально. Уже все, разговор пошел. Я ему запрашивал, а что он не верит и почему не верит? А дальше я ему уже доказательства сыплю ему. Так, послушай, это так, так это еще так в Библии написано. Через два дня и космонавты и все меня спрашивают, а что в Библии написано? Они уже авторитет Библии, я установил у них. Это в камере сидим. Преподаватель группы космонавтов, Лозин Анатолий Максимович. Вот и все, оказался и крючок, это не главное. Вот так. Продолжим. Ты маленький стих, кто извлечет из ничтожного полезного, сделаю как мои уста. Я говорю последним, как Господни уста. Да я буду стараться, Господи, сделай меня как Твое уста. Ничтожное маленькое там, крючок. И что дальше пошло? Теперь мужика и лодка, машина. Рассказать. Это идет переписка между Сергеем, который болящий лежит, ну и там еще оппонентом у него. И они нападают на Игнатия Тихоновича. И обличает его в том, что она прямо так, это резко, что да он там, эти мощи, он их, не то, что там, не признает, а вообще... Я говорю, захоронить с честью, с песнопениями. А он говорит, и Сергей ей отвечает, да вы покажите, где это он устраивает это поношение, на мощи-то, у него нету поношения. Она ей говорит, а ты-то лежишь вроде того, что ты-то больной, ты же ничего не понимаешь. И какой он ей ответ дает. Я, говорит, понимаю, что я больной, и что я ничего, и я что многого не понимаю, я даже не понимаю, как до сих пор Бог нас терпит. Как, что делать? Бог до сих пор нас терпит. У него хорошая... Ой, я когда прочитала, вот мне так было, это интересно, да какой уж ты умница, да как ты ей ловко ответил. Я даже не понимаю, как нас до сих пор Бог терпит. Ему Бог открывает. Мы ему послали уже книги к этому Сергею. Ее главное, из тех, которым посылаешь, денег нету. Один только он сказал, когда и куда переслать деньги. Так представь к нему, что я к нему обратился уже за помощью. Сережа, если будут у тебя какие люди, нам для благовестия надо собирать помаленьку, если можно. Он говорит, вот ты какого-то пришел, икону заказывать. И мне сверх того, что заказал, 10 тысяч дал. Говорит, а мне это еще стоит. Вот и все. Он очень быстро реагирует. Моментально. Вот сразу же отвечает. Больной, да? Больной. Считай, Сергей. Я больной, и что не понимаю. Подожди, пусть считай. Шестая глава, первый стих. Подожди. Не стоит нам шестой главы. Еще пять минут. Ну тогда пусть поговорят. Закладку-то сделаем. Пусть она скажет, попроси ее. Шестой главы, начнем в следующем занятии. Сейчас я хочу рассказать. Так, попутно сказать. Так я вижу, книгу мою берут. На столе книги нельзя брать. Нельзя. Пришел, захватил, сидят книгу. Ты нечаянно пятнышко оставишь, а я не знаю. Ну мало ли еще, бывает-то. Эти книги людям предназначены. Они лежат здесь, чтобы легко было брать. Вот мы сколько полных комплектов, по 38 отсюда отослали уже. Наверное, три комплекта. Ну три. Патриархия моей книги уничтожает. И тут же сразу, нет, 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 нет. Воя готовились и к этому. Еще удивительным. Наталья Дмитриевна Солженицына выступает и говорит, как продавали один день Ивана Денисовича. И в Москве, там какой был Буба, это первая книга, которая приоткрыла двери в ГУЛАГ, глянуть, хотя бы немного. И, говорит, издали они, и тираж-то был небольшой сколько. Второй дополнительный, 700 тысяч сразу. И люди показывают в очереди, такие очереди, и подходят, есть, слово есть, торгуют, союз печать, и все знали, что речь идет о Солженицынском. Один день Ивана Денисовича. Спрашивает, что порушило вот эту империю зла, Советский Союз. Это огласность и Солженицын, архипелаг ГУЛАГ. У Запада открылись глаза. Горбачев говорил, хотел показать социализм с человеческим лицом, но когда приоткрыли, там оказалась чудовища, кровавая морда, пожиравшая миллионы. Там вампир, вот дан гурдалак. И все отшатнулись, и все. Но это план масонов был грандиозный. Интересно, вот я в интернете наткнулся, у меня очень хороший знакомый, писатель, ну просто замечательный человек, могу сказать, в самых возвышенных тонах. И у нас хорошие с ним отношения. Но я знаю, он полуеврей. Отец еврей, там мать русская, или наоборот, не знаю где-то. И как-то он мне и говорит, ну неужели вы, Игнатий Тихонович, столько знаете, и вы верите, что протоколом масонских мудрецов, что это не царская охранка, придумывала. Я говорю, а вы верите в Богу? Ну как же я не верю? Я щадо православной церкви, я исповедуюсь, причащаюсь. А Библию верите, конечно. А вы верите, что придет Антихрис, 13 глава Откровения? Да. И что он будет над всем миром, народом, коленом написано, когда? А это в один день делается, или надо людей подготовить? Вот возьмите нам вокзал, в двери, как хлещет туда-сюда, и во всех вокзалах мира, особенно на стадионах, и всех людей, всех мер, все соединить в одной. А это в один день делается, а где подготовка идет? Сейчас вот чипы, 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 и нэнэн. Кто это делает? Какая нация? Все известно, все ученые, откуда, кто этим занимается. Так почему? Я говорю, мне вот что интересно, дорогой, почему в это не верят только евреи и только полукровки? Ты понимаешь, нет? Я думал, ничего в этом особенного нет. Я бы ответил так. У нас задание такое. Сказали, что где про евреев плохо не говорят, как в масонских протоколах, глушите, как у нас в Пане была. Она с ума сходила, когда услышала, что Ян Златоуз говорит, что синагога, это от сатаны. И вы так считаете? я так не считаю. Зачем считать-то? Я сейчас Златоуста считаю, он так утверждает. А в глаза их не видал. Как она взыграла сразу. Как так? Да мне не надо говорить, как. Восемь слов против иудеев и Иоанна Златоуста. Они его люто ненавидят. Выступил против Достоевский там, иудеев там. Не против, а рассказал, как есть. Они его, я бы зубами его изорвал, говорит, на 2000-ом. Кто у нас? Чубайс. А? Чубайс. Чубайс. Чубайс, говорю. Вот. Там вроде бы на него этот, Квачков, покушение делал. Я терпеть его не могу. Солженицын тоже сказал 300 лет вместе, да, родом-то. И они, наверное, объявили ему войну. И вот мне точно так же. Ну, он все и проще. А до этого хотел четыре книги мои взять, там, рецензии, я вам обязательно напишу, то другое. До этого я ему давал еще в черновиках был, для слова Божия нету, сам все это приснимал, кажется, себе. И вдруг у него новый материал выходит, новая книга, и он уводит героя одного, Лапкина, Игнатий Тихонович. Чтобы Лапкин и Игнатий Тихонович, я почему-то думаю, в Советском Союзе и в мире никого нету. Даже Игнатий Тихонович это редкое сочетание. Имена такие, а тем более Лапкин. Ну, ясно откуда, тем более он очень меня хорошо знает и положительно отзывался в интернете. И он выводит, тоже специальность моя, сторож, но это было в прошлом веке, в дворянском поместье где-то и прочее. Понятно? Даже вот такой умниц, он не удержался, чтобы каким-то образом не ткнуть. Ну, а если бы я его назвал по имени, отчеству и по фамилии, где-то написал, а я могу написать, да обороний Бог даже подумать. Я сейчас был в Москве, и я через монастырь, не через монастырь, а через Берсеневку отца Кирилла передал ему книги в дар. Ну, не все, а пять, по крайней мере. Вот. Он помогал, и вот видишь как, мы не должны быть, вот это, чтобы корпоративная ложь подавила нас. Я православный, но я должен смотреть шире. Православие – это не все. Есть еще и католики, старо-ново-католики, есть Григория на Арбяне. Вы считаете заверочек. А скажите, в чем католики виноваты? Ну, вот они признают, Дух Святой от Сына исходит, и все. Значит, по-другому они, бритые, что делают, главенство, на первом месте примат папство. Это вы ни во что ставите, но главное вот это вот. То есть, Блаженов и Филат говорит, мы со всем можем согласиться, только не с этим. А мне это дело нет до этого. Потому что половина святых отцов признавали, что от Сына исходит. Отцы, которых мы посчитаем, как Григорий там, богослов дальше. А вот этих за что? Григория на Армяна, постапостолическую церковь. А они же монофизиты. Что это означает? Поясните им. Начинает говорить. А вам где это в жизни встречается? Нигде. И почему разошлись с 4 века? Это же не игрушка. Сколько мы потеряли? Какие они хорошие? Как они верят? Ну, вот видели, я водил и показывал. Бодрствуй. Похитит сатана все. Дади ты соседку ткни. Она болеет. Понимаешь, нет? Потеряли коптов, потеряли сирийцев, потеряли католиков. Да кто же мы такие? Я ими не буду. Но и проклинать их не буду. Не буду мусульман проклинать. Не буду тем более евреев. Я могу только благословлять и просить Бога, чтобы истина воссияла. Как Достоевский пишет. Истина воссияет. Там Митя Карамазов говорит. И она воссияет. Вот он говорит, это уйдет. Уже через неделю его не будет. Он где-то поговорит. Ничего не сделает. Да вот он против. Он другим пишет. Священник. Теперь он такое зло сделает. Он ничего не сделает. Кроме того, что Богом допущено. Бог остановит этот бег. В темечке инфаркт, инсульт. Прикоснется и ничего нет. Я знаю. У меня воевал тут милиционер. Инсульт в 40-й день, когда спрятали закон. Ровно на 40-й день. И его нет. Все его теперь кляузы. Прокурор мне показывает. Целые пачки на нас клепал. Дружинник Геннадий Петрович. 37-го года. 38-го или потеряевский был. Все позади. Как будто никогда и не было. А корабль идет, плывет своей дорогой. Вы научитесь делать добро. Вы кто-нибудь смотрели фильм «Игрок Монте-Кристо»? Но все смотрели. Жерар Депардей играет главную роль. Видели? Да. Именно он играет. Да. Вот сейчас он приехал. Ему в Чечне Розан Кадыров дал. Дом этот горел. Квартира-то играет. А его квартира чудом уцелела. Там-то он, конечно, моложе. И как он играет. Он поставил задачу, когда вышел, всем изощренно отомстить. Не убивая. А так события сводил, что они сами на себя руки накладывали или что-то. Он узнавал тайные грехи и выводил судью всех, которые его садили. Он их всех нашел и всем отомстил. А с одной он там просто, она к нему сильно навязывалась. И он понял, идет сегодня на смерть. Его вызвал один на дуэль. И он тогда к ней пришел. И он так стойко смотрел. Она прямо кидалась ему на шею. А он не хотел с ней быть. А тут пришел, прямо сразу раздевается все. Ему согрешить перед смертью надо было. Но получилось так, что Бог не допустил этой дуэли. Он остался живой. И когда расставался и уходит, он ей деньги дает. Он говорит, она, деньги мне не нужны. Он говорит, я заплатил все долги. Он хочет по-хорошему уйти, заплатить. А вы себя должником не считаете? Он сразу остановился. Вы мне тоже должны. Я попрошу долг выплатить. А у него по тем деньгам миллионы. Он самый богатый, может, во Франции. Там громадный сундук, там бриллианты, не выскажешь что-то. Он думает о богатстве. Она говорит, нет. Я знаю, что вы решили отомстить всем, кто против вас был. Я прошу вас. Вам очень трудно это слышать. Перестаньте это делать. Постарайтесь простить. Я прошу простить. И она его буквально сразила. И теперь у него все планы, наготовленные, уже один за другим с арены сходят. Вот так делает их. Обнаруживает кто-то, и они стреляются там, или разоряются там, или еще что-то. И он где приходит, прощает, говорит, как трудно это дается. Прощать. Молиться до врагов. Вот и все. Он что угодно делал. Одевается в одежду священника католического. Приезжает, его там принимают. Он говорит, тебе нужно, чтобы исповедовали? Да, мне некогда. Ну, а у них там эта загородка, там решечь что-то. Он сел туда. А он в одежде, все. И одна приходит. А он узнал, когда она приходит. Когда она исповедуется. И он ее на этом деле уловил. Она исповедовала, что падре, я хотела сказать. Он говорит, так ну и что тут особенного-то? Ну, не надо. У тебя губы какие хорошие. Он ей через это. Священник исповедует ее. Она как соскочила бежать. Он ей свидание назначает. Он не священник-то. Ну, а дальше уже враг свел. Для него преград, кажется, никаких не было. Преграда была одна. Господь. Вот кажется, выдумка, дюма там, но сколько там заложено. Что значит талант? Я все время удивляюсь. И Жерар Депардье, какой он талантливый, как он играет его. Вообще весь фильм красивый. Он почему пришел-то сюда, знаете? Налоги на него наложили большие, а он не захотел платить. Ему там грозить стали. Во Франции. Он тогда бросил гражданцу, а Путин его принял. Лично Путин. Ну, он уже старый ведь. Ну, и что? А Петр Мамонов не старый? А какие роли ты играет-то? Главные роли. Ему доверяют везде. Ивана Грозного кто играет? Он. О. Да вот как играет вообще. Как он играет-то его? А возьми этот остров. Кто играет? Ну. Ну. Вот он от острова все и отталкнулся. Это талант. И тем более на эту роль молодого не поставят. Он там не нужен. Красотка не нужна. А нужен такой человек, вот такой, чтобы он и злобу мог показать. И прощение, и мудрость. А у Петра у него всего хватает. Он верующий человек. Он много рассуждает о вере. Таких, как Петр Мамонов Мана. Ну, такой как есть. Я даже не знаю, у нас он был бы за дверями, но нужно признать, что он талантливый. Так, ну все. Аминь. Аминь. Нам хорошо здесь было? Хорошо. А Людмину Степану не высказался? Не надо. Да потом высказался. Людмину Степану не надо. Пусть письменно на письменно на письменно. Не надо. Не, не, ничего. Единственное, я хочу сказать, что вот сейчас вы можете ехать. Она сейчас уже придется работать. Она на ком ехает? А теперь? На ком. А мне на работу вот. Ему на работу. Не посоветовался, уже ты берешь. Ты прям как влодичица. Двадцатка идет, двадцатка идет. Влодичица морская. Все. Влодичица морская. Нет, так нельзя. Сначала переговорить отдельно, а потом... Ты адрес-то не дал завтра занятия в 4 часа адрес не дал? Что Никитина? Завтра? А почему не объявила? А я как объявлю? Никак, бумажкой. Написала и сказала, объявите. Так, что скажет, Ватя? Слушай. Никитина 128 балл. Из присутствующих может кто пожелает прийти. Четыре часа. Первый раз, садите. Запишите сейчас. Никитина 128 балл. Во дворе. Ну объявила даже люди, которые ревностные. Не один. Первая квартира. А думает, подумает. Так думать-то не надо, надо идти. Думать-то не о чем. Подедельник 4 часа. А потом к вам соберешься. А кто занятия проводить будет? Володя. Ну кто, Сергей Пупков. Сергей Пупков будет и Володя будет. По третьему тому, с первой страницы. Маленький сигнал. А? Давайте помолимся. Молимся. Боже, милости будни и грешни. Создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил. Господи, прости меня грешного. И помилуй. За молитвы святые хотят наши. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины. И живи с Десе, и вся исполняя сокровища благих и жизнью подателю. Приди и вселися вны и очистины от всяких скверных. И спаси, блажа души наша. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресной, во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имей по Его ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресной, во веки веков, аминь. Отче наш, ижеиси на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да воет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от мука в огонь. Господи, слава Тебе за этот день. Благослови брата Якима путешествующего. И Андрея избави от пьяности Павла, Иосифа, Михаила, Александра, Владимира, Василия, Василия. Господи, дай сил Анастасии мудро поступить. Спаси детей от этого развращения. Будь милостив к нам. Пошли добрых насельников и вселения наших, знающих Тебя, любящих уставок. Приготовь нам место для благовестия, где мы должны относиться. Сердце Николая Виктора расположи к тому. И пошли все необходимое для этого. Продли еще мир. Благослови правителей в этой стране. Дай им страх Твой, святой, патриарха, епископа, священников. Это священника Сергия, Господи, коснись. Пошли мы исцеление в разумление. Избави от клеветы этой лжи. И защити посеянные нами и книги от варшерства, от лютых волков не щадящих стадо, от говорящих превратно, желающих увлечь учеников за собою. Соблюди нас, Господи, и доведи до Царствия, веди в Него навеки. Ты искупил нас в крови Твоей, причистую славу Тебе. Благодарю за день, когда додоровал мне Святую Библию. Воздай милости всем, живым и отошедшим, кто трудился над возрастанием моей души. Если в чем мы погрешили в сей день, прости, помилуй, очисти. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, Христосу. Духовно, да? Да. Мы молимся этой молитвой с некратно в день. Я в автобусе еду. Она ездит в церковь, вот сюда, на Спартак. Мы с ней давно уже дружим. Я ей рассказываю. Да есть вот у нас вот такая молитва. Сами ее вот у нас вот. Я ей взяла и помолилась дорогой. Семикратно в день. Семикратно в день. На другой раз мы встречаемся уже через неделю, едем опять в автобусе, снова с ней встретились. Она ко мне, Нину, запиши мне, пожалуйста, ту молитву. Я говорю, какую? Ну, которую вы молитесь. Представляете, она неделю держала. Это на 100 поклонов. Да. Она неделю держала, что как ей хочется ее. Это Господь делает. Потому что то, что мы сеем, это буквально по всему миру идет. Я даже не ожидала. А я переживала. Говорю, наверное, я ей много загрузила. Она прям такая, это... Я переживала всю неделю. Давай молиться за нее. И через неделю-то встречаемся. Она говорит, ты мне напиши эту молитву. У меня одна встретилась, Наташа, такая пышная, прям. Я так хочу в Потеряевку. Ну, вот такое дело. Я уже примерно 200 человек от меня получили объявление. Пожалуйста, сколько людей новых? Мы знать не знаем. Да. Благословен Господь. Слава Христу.